Добрый день, меня зовут Витюк Анастасия Дмитриевна, я врач-уролог клиники Авиценна. И сегодня мы с вами обсудим самые актуальные вопросы, задаваемые урологом. Первый вопрос, как подготовиться к приему уролога? Основным является отсутствие мочеиспускания в течение трех часов. Если у вас острые состояния по типу кровотечения, примеси крови в моче и температуры, необходимо сдать анализ крови и анализ мочи и прийти к урологу уже по факту наличия данных анализов. Следующий вопрос, можно ли растворить камни в почках? Да, действительно, камни в почках можно растворить, есть специальные литолитические смеси, но самостоятельно данную процедуру нельзя выполнять. Необходимо прийти к урологу, врач вам назначит общий анализ мочи, посев мочи. Если позволительно, назначить литолитическую терапию, которую вы будете принимать в течение трех месяцев. Далее выполняются контрольные анализы и выполняются УЗИ. Сравнивается первичные и повторные УЗИ и смотрится, растворился камень, есть динамика или нет. Если камень не удается растворить, на данный момент выполняются различные оперативные вмешательства без разреза. Как питаться и какой водный режим соблюдать, чтобы избежать появления конкрементов? Необходимо избегать острой, соленой, кислой пищи, снизить потребление белка. Также избегать алкоголя и курения. Индивидуально диета подбирается из учета состава конкремента, если вы выполняете биохимический состав. Необходимо соблюдать водный режим в объеме 2,5-3 литров воды, если нет противопоказаний от вашего кардиолога, если вы не страдаете отеками. Также водный режим и диета подбираются индивидуально на приеме и обсуждаются ее условия. Что делать при частом мочеиспускании и обязательно ли обращаться к врачу? Симптом частого мочеиспускания у женщин и мужчин трактуется по-разному. Если мы говорим о мужчинах, необходимо обратиться к урологу, обследоваться, выполнить УЗИ предстательной железы мочевого пузыря и определить объем остаточной мочи. Зачастую у мужчин частое мочеиспускание связано с аденомой предстательной железы. Обследование является обязательным, поскольку при выявлении и подтверждении аденомы предстательной железы на ранних стадиях позволяет ее благоприятно лечить консервативными методами. Если аденома предстательной железы длительно не лечена, то есть пациент длительно игнорирует симптомы частого мочеиспускания, данная симптоматика будет только нарастать. Обращение на поздних стадиях заболевания приведет, к сожалению, к оперативному вмешательству. Консервативная терапия будет невозможна. При частом мочеиспускании у женщин в основном это циститы вызывают частые мочеиспускания. Также необходимо обращение к урологу и лечение. Самоизлечение невозможно. Данное заболевание является хроническим. Если у вас симптоматика пропадает в течение суток-двух, это совсем не значит, что наступило излечение. Скорее всего наступает хронизация болезни и симптоматика дает о себе знать в любой неудобный момент. Никогда не откладывайте лечение на потом и будьте здоровы!